Всем привет! Сегодня мы хотим вас познакомить с нашей новой рубрикой Делаем тату как? Делаем это для того, чтобы познакомиться поближе с именитыми тату-мастерами возможно даже не такими популярными мастерами, но чьи техники достойны внимания а также хотим просто расширить кругозор в тату-сфере Будем надеяться, что данная рубрика будет интересна и вам И первый мастер, которого мы хотели бы разобрать в нашем первом ролике это известная российская татуировщица Саша Мисекс Именно от нее пошла мода на акварельные бесконтурные татуировки Если вы хотите познакомиться поближе с ее стилем, изучить в целом ее биографию то загуглите или же переходите в ее социальные сети изучайте, смотрите, вдохновляйтесь, я думаю, это очень многим будет полезно Наша задача заключается в том, чтобы разобрать технику, в которой работает Саша и постараться сделать татуировку так же круто, как делает она Понятное дело, что мы не будем брать ее эскиз Мы сделали свой В этом нам помогла наша коллега Лия Она нарисовала для нас клевый, красивый, интересный акварельный рисунок И вот что у нас получилось Что касаемо материала, то я думаю, здесь нет никаких секретов И Саша не использует какие-либо там супер магические тату-машинки или иглы, или краски Я думаю, что то, чем она пользуется, этим же пользуются и все остальные тату-мастера Вот здесь как бы важно именно понять технику ее работы От яркости она добивается плотным нанесением Поэтому, чтобы красить татуировки так же, как она потребуется много времени для обработки этого навыка А также первое время необходимо будет следить за тем, как заживают ваши татуировки чтобы понять в целом плотность своего закраса Мы постараемся сделать все от нас зависящее чтобы татуировка получилась круто, красиво и практически ничем не отличалась по технике от техники Саша Татуировку мы будем делать на живой модели Субтитры сделал DimaTorzok Работа заняла у меня полтора часа Что я поняла по итогу? Работать серыми пигментами у меня получается немножечко хуже, чем яркими красками Поэтому мне приходилось возвращаться на те места, в которых я уже была и прорабатывать эти участки заново потому что в каких-то местах я просто не добирала тон Вот, то есть, ну, по сути, с плотностью мне нужно еще работать Было сложно, но мы справились И вот что у нас получилось В общем, что хочу сказать Если вы хотите делать татуировки как Саша Унисекс Тренируйтесь в плотности закраса А если вы хотите быть такими же известными и популярными, как Саша То ищите свой стиль и не копируйте ничьи татуировки Если вы хотите, чтобы мы разобрали стиль какого-то конкретного мастера Напишите нам об этом, пожалуйста, в комментариях И мы постараемся учесть ваши пожелания Спасибо за внимание И до встречи в следующем выпуске